Черноморская конференция по безопасности международной крымской платформы станет площадкой для наработки решений по ответу на российскую агрессию в регионе, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джапарова. Она убеждена, деоккупация украинского полуострова имеет решающее значение для безопасности Черного моря. Свобода судоходства, обеспечение работы морских портов Украины, функционирование зернового коридора – все это является залогом стабильности и продовольственной безопасности далеко за пределами Черноморской акватории. Эминет Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины, Facebook. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва стремилась заблокировать украинские черноморские порты. Для этого увеличила свое военное присутствие и поставила под угрозу судоходство. Группировку российского черноморского флота военные аналитики назвали беспрецедентной. В результате в 2022 году 20 миллионов тонн украинского зерна не попали на мировые продовольственные рынки. Об угрозе голода в беднейших странах мира заявили в ООН. Но уже в 2023 году министр обороны Великобритании Гранд Шапс заявил, господство Российской Федерации в Черном море под вопросом. Это последнее уничтожение путинского флота показывает, что те, кто считает, что в войне в Украине сложилась патовая ситуация, ошибаются. Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% черноморского флота России. Гранд Шапс, министр обороны Великобритании в соцсети X. Специалисты Института изучения войны предполагают, что России уже вряд ли удастся реализовать блокаду Черного моря. Регулярное уничтожение украинскими военными российских кораблей вынуждают Москву к осмотрительности. Но достичь стабильности без деоккупации крымского полуострова невозможно. Крым – это ключ к безопасности в Черном море, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Мы доказали, что глобальная стабильность возможна только при участии Украины и только, когда российские агрессивные намерения проигрывают. Доказательства этого на обеденных столах всех семей на земле. Когда нам удалось очистить часть Черного моря от российских оккупантов и запустить наш зерновой экспорт по морю, продовольственные цены на мировом рынке снова снизились. Черное море – это ключ к мировой продовольственной, а следовательно и социальной стабильности. Крым – это ключ к безопасности в Черном море. Нельзя оставлять ключи в руках террористов. И мы не оставим. После одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла экспортировать украинскую агропродукцию, Российская Федерация начала массированные обстрелы украинских портов и зернохранилищ. Однако вскоре Киев объявил о создании нового морского коридора, а эффективная работа в ИСУ обеспечила его безопасность. Также Украина постепенно расширила экспорт зерна наземным транспортом в страны Евросоюза. По оценкам Еврокомиссии, таким образом, с 2022 года из Украины вывезли 60% зерна, в то время как морем – 40%. До начала полномасштабного вторжения Россия в Украину через украинские черноморские порты экспортировали от 90 до 95% зерновых и масличных культур. С начала полномасштабного нападения России в феврале мы значительно усилили нашу экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Линии солидарности ИС помогли экспортировать более 10 миллионов тонн украинского зерна. И мы будем продолжать помогать вам вывозить зерно, которое застряло в украинских портах из-за циничной блокады России. Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Чтобы объединить и координировать все усилия для деоккупации Крыма, Украина создала крымскую платформу – международный консультационно-координационный формат. Он призван повысить эффективность международного реагирования на оккупацию России полуострова, в первую очередь увеличить давление на Кремль. Мы не признаем незаконную попытку аннексии со стороны России. Международное сообщество продолжит работать через крымскую платформу, чтобы поддержать восстановление контроля Украины над всей ее территорией, включая Крым, привлечь внимание к бесчинствам России в Крыму, устранить угрозы безопасности и экономический ущерб, нанесенный вторжением и оккупацией России, призвать к освобождению всех политических заключенных, удерживаемых Россией. В сентябре 2020 года Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал принять участие в создании международной крымской платформы. В 2021 году в первом саммите платформы участвовали 43 государства и 4 международные организации. Участники приняли совместную декларацию, в которой обозначили основные параметры международной политики в отношении Крыма, стратегии деоккупации, реинтеграции полуострова. А уже в 2023 году к формату присоединились 63 страны, в их числе государства Африки и Латинской Америки. Крымская платформа играет важную роль, информационно-аналитическую роль в политическом плане, поскольку парламентарии потом приезжают в свои столицы, продвигают мнение о возвращении Крыма, голосуют за резолюции в собственных парламентах, голосуют за помощь Украине как политическую, дипломатическую, так и военную. Международная крымская платформа стала важной площадкой поддержки Украины и деоккупации Крыма через парламентские структуры. И поскольку санкционная политика государств в отношении России и дальнейшая военная поддержка Украины нуждаются в решениях законодателей, то именно парламентарии играют в этом ключевую роль.